Мозгобойня Игра проводится в ресторане или баре вечером в будние дни, что является принципиальным условием викторины. Это и отличает ее от других интеллектуальных игр. Можно выпить бокал вина или пиво, тем самым создавая дружескую, непринужденную атмосферу игры. Замечательная идея. Я думаю, что такие события должны проходить еженедельно, как можно чаще. Здесь можно и отдохнуть, и перекусить, и заодно пообщаться со своими друзьями в такой обстановке, когда нужно проявить себя. Это уже вторая по счету игра в Чикаго. На этот раз темой игры был Хэллоуин. Проверить свои умственные способности и эрудицию собралось 9 команд по 7-8 человек в каждой. Отличаются команды друг от друга оригинальными названиями. Одна из них – Гони в бар, ректор. Решение было коллективно назвать команду. Мы все вместе вспоминали наши студенческие годы. И, в общем, было большое желание послать нашего ректора куда-нибудь. Получилась интересная игра слов. Таким образом, получилось название нашей команды. Правила игры простые. 7 туров по 7 вопросов. 100 секунд на обдумывание ответа. Побеждает команда, которая набрала больше всего очков. Очень понравилось, потому что в течение целой недели рабочие, ужасно рабочие, можно прийти отдохнуть, хорошо посидеть в компании, повеселиться и посмеяться. Вопросы тяжелые, но веселые. Команда-победитель, которой стала Гони в бар, ректор, в награду получила бутылку шампанского. А тем, кто не успел поучаствовать в мозгобойне, не стоит расстраиваться. Организаторы обещают проводить игру каждые две недели, так что любой желающий сможет еще блеснуть умом и отлично провести время. Карина Нацаканян, Роман Верховский. Настоящее время. Америка. Чикаго.